здравствуйте дорогие зрители с вами я алексей вы смотрите этот канал парадигм и сегодня мы поиграем в такую игру как панч клаб я знаю что многие в нее и играют как бы ну и собственно на этой волне или возможно чуть позже остальных я все таки тоже в нее поиграю думаю я ее пройду и довольно быстро ну по сравнению с остальными не хочу сказать что это неплохая игра на самом то деле смесь такой вот симса какого то процент и рпг шки в том плане что нам нужно прокачку делать но при этом сам бой как это ни странно здесь не происходит по с с участием игрока то есть мы просто выбираем какую то тактику нашему подопечному и он дерется сам уже что меня тоже очень сильно радует потому что я не люблю вообще файкинги и все такое и поэтому меня радует что не надо здесь ничего не жмакать чтобы драться также хочу отметить что игра довольно сильно запакована ну а в остальном стилистика хорошая в ней есть всякие секретки фичи и так далее ну и как раз выбора в ней тоже нету тоже мне не нравится но особо выбора нет то есть выбор дается ну например я вам расскажу но в некоторых местах если ты сделаешь неправильный выбор то ты просто не получишь контента нужного и это я считаю багом и так далее и так подобное давайте же начнем я тут немножко уже пытался записывать практиковался эта музыка она конечно надоедливая но я ее вроде бы довольно тихо сделал да вот типа когда нибудь вы произойдете меня я думаю это никому не интересно но на всякий случай вот если кто-то не смотрел вы можете прочитать сами я на самом то деле мог бы это все читать но я не буду это читать потому что это тупо я уже это один раз читал я уже пытался записывать ну традиционная история а вот эта сцена вас учит что круче карате автомата просто ой не автомата кулаков и мечей круче пистолет и каким бы бойцом ты не был тебя можно застрелить это логично и вообще надо стрелять этих драчунов и тут короче пацанчика мент приютил а потом этот мент станет вообще каким то каратистом непонятно в общем какой то сюжет мутный и неинтересный но здесь не сюжет главное здесь главное дрочила а а а я ладно буду читать все еще трехнешь поднимай свою ледневую задницу с дивана и иди на работу как тебе такой план конечно ты прав отлично я оставил газету на столе поищи там объявление о работе увидимся никакой работы пока я не потренируюсь и не позавтракаю вот это настрой вот мужик настоящий русский надо бы по отжиматься да ну нафига блин за ком давай садись дебил все жрать теперь он хочет дебилушка иди сюда теперь в холодильнике должна была остаться какая то еда да ну да одну пиццу съедим а потом остальное тоже съедим хорошо теперь я готов к работе надо посмотреть что там в газете типа не лучшая работа но сойдет ну и давайте доедим потому что если мы не поедим еще хотя нам запретили типа ты одну пиццу съел и все и больше не жри но на самом то деле это не выгодно выгоднее съесть все чтобы меньше времени тратить мотаясь домой есть почему то мы можем только дома это странно только нажал на холодильник очень странно ну и вот собственно работа можно в нее пойти пешака и мне нужна та одежда обувь мотоцикл да это типа отсылка ага и короче здесь мы прикол в чем что этот выбор влияет типа как то на перки которые мы вначале получим если нажать не за что начать бой то мы получим перк уклонения я уже это проверил и и на самом то деле нам нужен перк уклонения потому что я буду качать лавкача то есть я буду качать чувака по пути тигра причем максимально эффективно качать и уклонения для нас здесь будет очень кстати и поэтому начнем бой и давайте же отпиздим его давайте да мы сейчас всех порвем ща быстренько его там вот можно уклонения взять удар ногой дали блин стоп так у меня вообще лавкач короче полный у него есть уже удар ногой у ворот это идеально просто для лавкача схема то есть лавкачи они как раз на ударах ногой у ворот ногами и у воротов специализируются против нас этот силач которого потом мы сможем естественно убить правда против удара битой как бы у вороты насколько я помню не работают ну то есть у меня не получалось вернуться даже на высоких уровнях но я всю игру не проходил я решил перезаписать из-за того что я там несколько багов нашел и хочу без багов записать так вообще идеально но при этом у меня в прошлый раз было три умения давалось может они вообще случайно дают все эти умения бамс комбо нифига себе удары ногой неплохие у тебя чувак смотрите да мы его сейчас и делаем вот это будет прикольно это капец просто то есть мы его можем уделать а нет вроде не уделываем а интересно что будет если там за 4 и как нибудь и уделать его наверняка будет какой то еще бах да ну теперь нашего чувака все но он хорошо сражался как это ни странно мне нужно больше тренироваться хм ты только что провел свой первый бой забавно что эти бандики не отняли у нас денег им нужен только наш мотоцикл хм ты только что провел свой первый бой странное чувство я видел как ты дрался это было неплохо короче если мы вот это вот ответим то мы получим перк связанный со школой силы со школой медведя если мы это выберем сильные ноги то это короче выносливость а ну путь черепахи а это путь тигра и я вот это и выберу я не слишком силен зато право рында ты не слишком силен но зато быстро тощий мало того что ты получаешь дополнительный урон тебя ветром сдуть может все навыки уклонения работают лучше но при уклонении мы вообще не получаем урон следовательно мы можем пожертвовать дополнительным уроном ради этого фигни и еще будет здорово если ты зайдешь в магазин капу и напомнишь ему что не так и что он так и не доставил мне мясо тебе нужно зайти в магазинчик апу давайте зайдем встретиться с апу ты встретил апу он владелец магазина интересно он когда нибудь спит ты его спит еще и как напомнить про доставку Мика привет Мик просил передать что так и не получил свой заказ я разберусь с этим да мы пришли сюда не кушать а заказы доставлять ты встретил Мика он знает много о боях ты чувствуешь какую то связь между вами просто этот чувак это его типа приемный отец вот тот мент по крайней мере потом он вроде бы не знаю но он в общем вы поймете все этот парадигм я твой отец сказал Мик да тут смотрите есть груши все остальное есть тут короче тренировки тренируйся не до тренируйся вот такая штука есть но мы почему то не можем здесь тренироваться странно это все очень странно привет как я и говорил у тебя есть потенциал я могу сделать из тебя настоящего чемпиона это длинный путь и ты должен сделать первый шаг самостоятельно в тренажерном зале моего друга проводится чемпионат для новичков выиграй его и я тебя потренирую зайди в зал к сильверу там ты сможешь потренироваться в полном объеме если у тебя будет совсем туго с деньгами приходи я покормлю тебя да я тебе что типа птичка что вы я тебе голубь чтоб меня кормить где точки всякие кормят всяких птичек так тренажерный зал ну тренажерный зал и еще пиздюлей огрести почему бы и нет люблю вкусненькие пиздюлей привет миг сказал что я могу тренироваться в твоем зале мм большой миг мне казалось что он отошел от бокса меня зовут сильвер да ты можешь тренироваться здесь почему бы и нет только не бесплатно как это не забавно то есть здесь никакой коррупции нет здесь все короче прозрачно ты короче платишь бабосы несмотря на то что тут этот миг и вообще этот чувак сильвер чихто да вот этот сильвер он короче мутак полнейший он просрал мою родовую реликвию как мы потом узнаем вот чем он еще тот ублюдок и при этом он еще и бабки дерет по полной и обвиняет во всем мафию хотя мафия ни в чем не виновата ты встретил сильвера несмотря на то что он выглядит высокомерным да еще он высокомерный ему есть чем у тебя научить миг должен был рассказать тебе о лиге новичков попробуй свои силы в ней ну и лига новичков блин тогда мастера одни в этой лиге похоже ты умеешь драться не хочешь поспарринговать со мной нет что-то они в настроении похоже ты не только в плохом настроении но и плохой форме ты можешь тренироваться в моем зале конечно не бесплатно но так как ты знаешь миг я сделаю тебе скидку насколько я знаю я надеюсь мы не словим сейчас бага никакого из-за того что отказались спарринговать с ним но мы как бы опыта за эту драку не получим а здоровья потеряем так зачем нам это делать тебе нужно достичь 5 уровня в одной своих характеристик просто ведь да нет нифига не просто записаться естественно и я не знаю на самом то деле через два дня ну вначале нам нужно было бы подкачаться наверное а нет потренироваться сначала нужно с лапами это нам позволит какие то ништяки получить бам 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 с накой ему накой 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 комбо 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 бам бам ну давай уже блин задолбал блин я за первый раунд попить блин этаж тренировка с лапами как я мог не побить за первый раунд так и здесь нам вот этот как раз эти два перка нам и не нужны а вот эти два нужны у меня обычно наоборот короче давали сюда рукой блок а сейчас повезло очень сильно нам значит как я буду идти я буду идти вот так вот потом сюда правый панч рисаед пути игра потом по пути тигра я буду идти вот сюда вот сюда ой нет или да нет не сюда вот через йога герри плавное уклонение потом ты не падешь неукротимый после чего рисаед отличная растяжка и здесь короче мы не будем вот это качать ну или можем и вкачать вот эту вот штуку после чего здесь мы можем вот так вот пойти короче в техничного как это ни странно здесь можно перейти на эту ветку в техничного удар в кадык деморализующий жест и топе майя герри после чего идем в раба ветров ты не падешь техника мимо удар кобры и вот эти две штучки потом еще вкачаем то есть мы здесь вот это все ядро выучим после чего я планирую короче выйти в базовых умениях здесь где то мясной бегун то есть для ловкача нужно выносливость и ловкость ловкость в первую очередь выносливость во вторую а сила в третью именно это противоположность медведя тигр и поэтому нам сила меньше всего нужна то есть мы мясного бегуна берем удар правой ну потому что по другому не получится беговые кроссовки путь черепахи после чего в пути черепахи берем тяжелый удар энергетик вот модификатор ударов он нам может пригодиться вот эти тяжелые удары там удар права это нам все не пригодится а вот энергетик может и пригодится если навык активен сокращая шансы персонажа на передачу фазы атаки противнику то есть можно будет больше нападений совершить а это круто если мы захотим например билд полностью непрерывно колотящий противника построить билд такой атакующий и берем мясного все здесь как бы у нас больше не нужно вот это вот качка и так далее нам не нужно хотя нет нет вот это нам не нужно мы тренировать его не собираемся нам именно вот до восьми дело в том что пути игра это будет такой обзор типа ну и начало прохождения я его так и назову обзор извините конечно эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ ветров он не дает развить больше восьми а в пути черепахи следовательно мы можем мясного получить и меньше восьми не сможем и то есть у нас будет зафиксировано на восьми выносливость локоть мы будем вкачивать по максимуму то есть еще там до 20 и наверное будем подымать ну и можно будет путь медведя если потом еще останутся способы прокачки то можно будет пойти по пути медведя в принципе я не знаю может быть через это или через это наверно не получится пройти ну тогда вот короче нужно будет апперкот и мышечную память выучить и все то есть дальше нам не нужно то есть в идеале мы получаем тринадцать не убывающей овкости восемь не убывающей выносливости и какой-то первый класса выносливости и 4 не убывающей силы все больше нам ничего абсолютно не нужно в этой игре ну и естественно все ядро пути тигра вот я вам короче выложил все как есть просто такой беспонтовый парниша и точно нам же нужно тактика выучить просто идем в тактика и потом хайки будем полки к нам нафиг не нужен то есть это силовой прием такой и и и и и нам не хватит еще видите каждый раз дорожает это будет продолжаться пока мы не достигнем 20 очков умений очки умений зарабатывается довольно таки трудно поэтому как бы такая вот фигня и теперь мы идем на стройку работать по 50 плюс мы еще качаем характеристики понемногу но правда они каждый день убывают автоматически и мы накачать их так не сможем на работе однако бывает работа и похуже да бой завтра да я знаю что бой завтра нам нужны деньги мать же швашу бой то пофигу потому что слишком а устал я ясно значит пишем сюда так 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 стоп 40 40 нам хватит 15 15 30 и 10 на спортзал по моему же 10 спортзал стоит сходить но спортзал мы пойдем завтра сегодня мы пойдем здесь и тренировку с лапами еще закажем чтобы получить еще два очка и вкачать хайкик в общем это оптимальный способ развития в данной игре такой прикольный тайку как вы видите мы до первого мы еще даже не имели возможности в принципе сражаться а и тут нужно две ловкости но это мы завтра вкачаем поэтому пусть очки копятся мы еще так же завтра это потренируемся и так далее так же вот эти вот бои новичков они неизбежные то есть в принципе нам можно ждать до конца дня и мы никак их не пропустим то есть не обязательно в начале дня кика кликать сюда чтобы типа вызвать бой но учитывайте что как бы если вы дождетесь следующего дня то есть в конце предыдущего там в начале нового дня вам придется драться но при этом уже будет считаться что день прошел и у вас характеристики понизятся как они понижаются каждый день поэтому идеально когда у вас где то вот день практически закончен тогда биться чтобы и характеристики были максимальными и день еще не закончился ну то уже как хотите так же нам нужно будет потренироваться давайте покушаем у нас есть муму мясо и нам нужно ловкость напить побольше я блин пол дня проспал я так и не кого не победил это плохо но ничего сейчас тренировка с лапами я надеюсь хоть часть я смогу набрать так бежим сюда тренировку давай мне парень что что блин ну как так ну ладно мне хватит давайте десятку заплатим что делать ничего не поделаешь и грушу грушу вот эту надо чтобы хотя бы два ловкости получить до двух до двух точнее качать в будущем конечно будет полегче нам блин ну как то быстро заканчивается то быстрее качай волка вот почему мне нужно рисаеда качать так 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 пожалуйста 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 есть два 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 ну и все на самом-то деле нам не особо теперь нужно а здесь мы выбираем хайкик открыть за два отличный вместо удара ногой вот это вот пропуск атак ну может когда-нибудь потом возьмем но скорее всего не будем брать потому что это слишком накладно активное умение мы точно позже возьмем и вот это активное умение вообще активное умение нужно все брать которые видишь потому что это их максимум всего пять может быть то есть пять ты можешь взять а дальше уже фигня уже они тебе не нужны будут и на самом-то деле в принципе дальше качать я не знаю имеет ли смысл так все давайте бой пистолет хайкик естественно хакик уклонения ну это мы сразу говорю сразу порвем с первого раза по-другому быть не может чего такой офигел эх комбо какой нафиг комбо давай крит и по пятнадцатым комбо тут есть комбо не крит и к сожалению а как же крит и критический удар по яйцам да как вы видите если правильно играть то уже вначале можно очень хорошо тут всех побеждать ой 3 еще очка получили зачем они нам нужны да они нас сам то деле нам нужны очень даже нужны вот нужно до четырех теперь вкачать и мне придется как раз это сделать скорее всего ну и давайте же собственно запишемся и пойдем вкачиваться блин придется последние деньги тратить хотя до четырех мы все равно не вкачаем сегодня ловкость четыре ловкости это наша цель так 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 это тоже у нас выносливость и ловкость качает так что пригодится и и дело в том что на путешествие мы тратим часы именно поэтому нужно или или постоянно до упора если ты приходишь спортзал так как ты заплатил за него 10 баксов то тебе нужно тренироваться до упора то есть сколько нужно столько тренируйся и наоборот то есть так и где еще выносливость можно ой эту ловкость потренировать блин не сможем до четырех поднять пожалуйста но подними до четырех но он парень а он устал ну тогда давай еще эту попробуем пожалуйста до четырех до четырех я хочу до четырех чтобы зафиксировать на четырех собственно пожалуйста есть четыре отлично отлично ты не падешь да все мы не пойдем никогда теперь теперь можно валить отсюда хотя не обязательно было выходить можно было просто так щелкнуть и пойти уже так и как вы видите мы до четырех прокачали ловкость и зафиксировали ее и при этом у нас как раз все навыки для ловкоча очень мне везет я смотрю так ну на работу сейчас не время опять телефон звонит а а привет я смотрю ты начал драться это отлично я оставил на столе свой старый самоучитель надеюсь пригодится спасибо фрэнк но я его читал вам покажу типа не пытайся достичь и по вершину во всем сила там вот что на что влияет хотя можно вот сюда короче навести она покажет теперь что на что влияет видите в общем тупые вещи кто рассказывают удары ногами у вороты да выбирают дары которые и тела в качество для медведя неэффективно и вот эти вот наоборот выбирай у ловкоча наоборот нужно требующие силы поглощающий урон да ловкоча ловкоча не должен поглощать урон он должен в общем то уклоняться от него и вообще его не получать или отражать его на противника так и на этом всем спасибо за просмотр не забудьте поставить лайк подписаться на канал всем пока пока до следующих серий уже про прохождение они таком обзоре и гайки по ловкочу до следующих серий